Я прежде всего хочу попросить прощения у переводчиков, потому что я буду отклоняться от того текста, который я дала заранее, и попросить прощения у слушателей, потому что я буду касаться тем, о которых здесь уже много говорили. В моём выступлении не будет ни такой глубины исторического обоснования, ни Богословского, я буду говорить об этом в связи с перспективами для современного творчества. И всё-таки начну с тех обычных употреблений покаяния, слова покаяния, представления покаяния в нашей жизни. И начну с того, о чём здесь ни вчера, ни сегодня не говорили, о покаянии в нерелигиозном употреблении, обыденном или публичном употреблении покаяния. Оно непременно связано, когда о покаянии говорится вот так, оно непременно связано с какой-то большой виной, которую носитель признаёт в себе сначала, а потом и публично. И обычно после какого-то долгого или короткого отказа сделать это. Это какое-то событие, покаяние события. Не сразу человек что-то сделал, а потом покаялся. Человек или народ. Он осуждает это и хочет быть прощённым, и каким-то образом расплатиться за совершённое, принести какие-то плоды покаяния. Иначе говоря, такое светское представление о покаянии связано больше всего с прошлым. А с настоящим уже просто в том отношении, что нераскаянная вина отнимает настоящее. А прошлое попросту съедает его. Настоящего в таком случае просто нет. Как сказал Пушкин, которого сегодня поминали, «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста» в монологе царя Бориса Годунова, великого грешника. Совесть, прощение, расплата включены в смысловое поле вот этого покаяния. И первая его исходная точка – это признание зла как зла и собственной ответственности за это зло. И уже этот первый шаг как бы освобождает настоящее. И усилие расплатиться за свою вину. Можно ли здесь употребить вот это греческое слово «метаноя» или, как мы произносим, метаноя? Да, я думаю, в каком-то смысле можно употребить. Так же, как и светское употребление покаяния несёт в себе основы, продолжает религиозное значение. Потому что для того, чтобы принести покаяние за совершённое, нужно переменить собственное сознание. Нужно увидеть то, что ты видел, как нормальное, или даже хорошее, оправданное, увидеть его как абсолютно нестерпимое. И, например, такого рода покаяние оно может быть и личным, и общим, народным. Потому что каждый человек причастен к каким-то общим историческим событиям. И вот в этом смысле и говорят о национальном покаянии. В церковном смысле так, естественно, говорить не стоит, потому что покаяние – это очень личное событие, личный поступок. Но, например, пример исторического покаяния, всем здесь, конечно, знакомый – это то, что сделала Германия после своего нацистского прошлого. Это перемена сознания. В чём она заключалась, прежде всего, в том, что предполагалось, что насилие может быть чем-то оправдано. Какой-то великой идеей можно оправдать вот такое тотальное насилие. Также переменяется представление о своём. Это мы видим во всём мире, в Европе больше всего. То представление, когда своё ставится выше всего остального. Ну, в таких лозунгах, как Deutschland über alles, уже нет. Больше никогда европейское государство не поставит свои интересы выше всех. До такой степени выше, что с остальными можно не считаться и можно их уничтожить. И у нас к столетию революции были попытки начать такое национальное покаяние за то, что произошло в России, во всех странах бывшего Советского Союза в XX веке. Однако не произошло. Это движение не было поддержано ни в церковных кругах, ни в светских. И кончилось, в общем-то, ничем. Мы можем очень уверенно сказать, что в этом смысле перемены сознания не произошло. И то, что составляло историю, остаётся таким же. Его пытаются представить так же, как вопрос гордости, а вовсе не стыда. Почему я начинаю с этой, собственно говоря, не относящейся как будто бы к наступающему посту теме и к той теме, о которой здесь говорили все, не только духовные лица, но и психологи, о личности. Потому что мне кажется, что личность, или, говоря психологически, психика человека, часто понимается очень частно, очень изолирована от всего остального. Но внутри личности человеческой есть его причастность к истории, за которую он отвечает. Он выбирает некоторое историческое поведение. И мне странно до сих пор, то, как психологическая картина человека, которая включает сознание, подсознание и всё остальное, она видит в человеке абсолютно вынутую из истории, из общей жизни единицу. Может быть, вот как раз и эта вина, которая приобщает к общей, она переживается тяжелее всего, и последствия её могут быть самыми деформирующими для личности и для жизни. Другой способ видеть покаяние, вот о нём-то, собственно говоря, два эти дня и шла речь. И здесь прибавлять мне нечего, здесь много и прекрасно говорилось о том, что в этом случае речь идёт о грехе, а не о вине. О грехе, как прежде всего, отдалённости от Бога, от разрыва связи с Ним. И покаяние здесь – это обращение. Обращение, но не обращение назад, как иногда сравнивают с возвращением Одиссея, как наш философ хороший, что это про образ покаяния. Конечно, нет. Никогда не считали в христианские века Гомера таким предвозвестником христианства. Это было плавание Инея, Вергилия, плавание в новую землю. И, конечно, вот это покаяние состоит в создании в себе нового сердца, нового человека. И здесь предполагается, как нам уже не раз говорили, очень долгий труд, разработанный аскетической школой. Покаяние, которое длится, как вот сегодня мы слышали, до последней минуты жизни у святых. Это, конечно, по преимуществу восточная монашеская традиция. Потом ещё одно значение покаяния, о котором вспоминают меньше, чем о первом и втором, это то, о чём заходила речь в последнем докладе. о покаянии, как обращении, которое апострофа, а не метаноя. То есть не перемена ума, а просто физическое поворачивание. Просто человек смотрел в одну сторону, а потом повернулся и стал смотреть в другую. Вот так часто описывается изменение даже не сознания, а просто позы человека в библейских книгах. Это не долгий процесс, это происходит миг. Человек вдруг совершает оборот и смотрит в другое место. На славянском языке здесь два глагола употребляются – обращение и превращение. Вот превращение – это когда человек отворачивается, наоборот, от того, куда нужно смотреть. В таком роде мы видим, конечно, все изображены обращения в Евангелие. Они мгновенные, это не какой-то труд самоочищения. Будь это, допустим, мытарь закхей или блудница, приносящая мира. Это мигом человек поворачивается в другую сторону, он уже не смотрит назад. И вот эти знаменитые слова апостола Павла – «забывая прошлое, устремляясь в будущее». Это обращение целиком повернуто к новой жизни. И здесь, конечно, хотя и в первом случае тоже начало состоит не в пробуждении совести, она сама по себе не пробудется, а встреча с Богом, и, как бы сказать, инициатива с той стороны. Тогда как следствие может возникнуть этот отказ от прошлого, от собственного прошлого, в котором уже разбираться ни закхей, ни блудницы не будут подробно разбираться. Всё, с этим они закончили. Теперь будет всё по-другому. Эти, конечно, выдающиеся случаи полного обращения бывают нечасто. И подражать им, видимо, не нужно, потому что это совсем другой механизм. И вот теперь, как это связано с современным искусством и творчеством. Я думаю, что почти все представляют себе, что уже не первое десятилетие мы говорим о каком-то кризисе творческого начала по всей Земле, что давно не появляются, мало того, что не появляются великие вещи, но как бы исчезает и само намерение создать что-то другое. Часто впечатление от того, что появляется в разных видах искусства какой-то фабрики, которая продолжает производить ещё и ещё и ещё картины, допустим, которые на самом деле не востребованы, глубоко не востребованы. И настроение, которое выражает по большей части современное искусство, оно тоже очень характерно. Для того, чтобы его охарактеризовать, я приведу слова нашего философа, моего покойного друга Владимира Вениаминовича Бибихина. Он говорил это не об искусстве в дневниках. «Знать душа не знает, не хочет и не признаёт ничего. Везде ей неловко и страшно, чудовищно и непонятно. Так? Значит, она смотрит не туда, она смотрит налево, а не направо. Направо чудесный неожиданный мир, где она может жить». Вот мы видим, Владимир Вениаминович как будто бы описывает этот решительный поворот, смену аспекта, как Витгенштейн бы сказал, взгляд в другую сторону, потому что в этой стороне всё, что можно, уже более или менее много раз сказано. Это и отношение бунтарства, часто справедливого, недовольство наличной несправедливостью, это тоска, это какая-то скука. Вот о чём говорят современные художники. И глядя в эту сторону, вероятно, ничего другого сказать и нельзя. Значит, видимо, нужно просто повернуться. Ведущие темы современной мысли и искусства – это осколки, руины. Жак Дорида, популярнейший мыслитель современности, до сих пор он такую книгу написал с названием «Вначале были руины». Даже логически это странно, потому что, чтобы были руины, должно быть до них что-то, что разрушилось. А здесь уже начинается просто с руин. И утверждается, что цельность невозможна. Какой-то мир, у которого есть центр, смысл, он, во-первых, невозможен, а во-вторых, и опасен. Потому что человечество напугано идеологиями XX века. И вместе с тем очень-очень немногие художники и мыслители решаются повернуться в другую сторону. Вот та музыка, которую мы сегодня слышали, это как раз взгляд в другую сторону. И вряд ли мы назовем еще, может быть, три имени, которые бы это делали. Художник предлагает своему читателю как бы исповеди всех своих низменных чувств. Зачем? Это же не исповедь, ему никто ничего не простит, читатель – это не та инстанция, которая может прощать. Он как бы передает всему миру переживания вот этих своих публичных саморазоблачений, в которых покаяния-то никакого вообще, говоря, нет. И вот я думаю, что, конечно, из трех видов покаяния, о которых я говорила, именно третье, то, что я назвала третьим, может быть самым плодотворным для творчества. Это просто радикальная перемена взгляда, радикальный поворот внимания. Не описывать без конца страдания, пустоту, несчастье и так далее мира. Из этого искусства не получается. надо повернуться туда, где можно жить, где душа хочет быть. В таком случае появляется забытая в современном искусстве, давным-давно забытая красота. Красота, которая, вообще говоря, основа искусства. Если художник чему-то служит, то прежде всего он служит красоте. Это не значит, конечно, что и тот образ покаяния, о котором мы говорили эти два дня, очищение ума, сердца, чувств, языка. Для художника очень важно очищение языка искусства, то, что посторонние люди вряд ли понимают, зачем нужна такая аскеза языка современному художнику. И всегда была нужна. Но в этом его как раз добродетель – писать на чистом языке. и все эти очищения, вероятно, необходимы, как никогда прежде. И где они могут происходить? Современное общество, я имею в виду, по-современному, конечно, современное, в основном, европейское общество, оно называет часто свое состояние терапевтическим обществом. То есть она как бы после страшного насильственного опыта XX века предпочитает говорить не о вине, не о грехе, а о травме. То есть представлять человека как больным, которого надо лечить. Вот эта вот болезнь перекрывает, вообще говоря, моральные ориентиры, потому что все больные. И Гитлер, в конце концов, больной, и маньяк. В общем, все больные. Да. Так вот, мне кажется, что необходимость такого переворота совершенно радикальна. И вместе с тем, как с любым родом покаяния, оно может быть реальным только в случае добровольности. К нему нельзя призывать, его нельзя к этому принуждать. Только свободно, добровольно, лично принятая позиция может здесь принести какие-то успехи. Спасибо. Большое спасибо, Ольга Александровна. И я уверена, что будут вопросы, комментарии из зала. Субтитры создавал DimaTorzok, I think I understand. Okay, I'm interested in what you said about national repentance, and particularly I was thinking of Willy Brandt kneeling at the monument in Warsaw, because he said nothing and it was silent, and it was very powerful. And I wondered if you had any other examples of national repentance, what people do, because also it can be not believed as sincere. That was taken as sincere, because it was silent. So I'm just interested if you have other examples. – Yeah, I didn't talk about the forms, which can be made national repentance. The first thing should be decided that it was done very well, so that it can't be done. What do you do after this? – Well, I think, for example, in Russian case, it is clear that it is to make the memory of an innocent innocent people. – First of all, to find their names, to establish their graves and so on. – This is the first step, which is not visible. – Please, have any questions? – I would like to hear from you. – I'm sorry. – Maybe my question is not to place. – I would like to hear from you. – I would like to hear from your work. – What kind of piece of your work you are expressing in your work, which is what you are expressing in your work? – If possible. – You know, переходить от разговоров к стихам нелегко. И завтра я читала бы то, что у меня получается. – Спасибо, я уже извинилась. – Пожалуйста. – Простите, просто для переводчиков будет очень трудно переводить стихи. – Извините, вы сказали, что покаяние – это вопрос гордости и стыда. Вот можно немножечко уточнить? – Нет, я не говорила про гордость. Я говорила, что прошлое остается, предлагается как предмет гордости. Мы гордимся своим прошлым, а не стыдимся его. Вот, что я имела в виду. – Спасибо большое. Когда мы говорим о покаянии, то покаяние всегда – это очень личная вещь. И когда мы говорим о национальном покаянии, мне хочется услышать, кто является субъектом этого покаяния. – Да, это вопрос, конечно. Но если посмотреть на явно состоявшееся покаяние Германии, то, вероятно, верховная власть страны выступает здесь как представитель народа, который ее избрал. Но не обязательно инициатива исходит от него. В конце концов, инициатива исходит ото всех, а выражает ее, вероятно, глава государства. – Очень трудно представить, что сейчас в России глава государства начнет… – Нет, это невозможно, возможно, только противоположное. Но это значит, что вот это состояние такой мертвой застылости так и будет продолжаться. – Я бы посмотрел, вы несколько более оптимистичны. Все-таки в России главный носитель субъектность – это поэт, а не царь. – Может быть, в каком-то смысле и в действительно очень-очень необычайном сочинении его можно понять как выражение национального отношения. Да, вы правы, конечно. – Конечно. – Конечно. – Да. 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 – Прев army. – Ушло заст Path' Перей. – Нара Express 2 – это мы полиц Nope. – Ушло за даёт can Tcharinoon. – Тебе. – Во – Да. – Ушло. – 잠깐, отпуга. Продолжение следует... Пример я поняла. Пример чего? Ну, я думаю, вот, пока я не первого, так сказать, светского типа, то есть без обращения, прямого обращения к Богу, это, конечно, архипелаголаг Солженицына. А, про Звягинцева, да. Да, я думаю, что в Звягинцеве тоже есть это настроение. Он говорит о современности, но о том, что стало современностью после всего этого. Если можно, я спрошу. Ольга Александровна, вот третье понимание покаяния, вы в конце сказали, что к нему нельзя принудить и, в общем, навязать. То есть это... А вот вопрос, допустим, как это можно воспитать? Вот вы вчера были у нас в школе и говорили с детьми, и как вам кажется, это можно воспитать? Да, мне кажется, во всяком случае, как бы открыть дверь в эту сторону, что уже сам человек сделает другое дело. Но наше общество, наше не только российское, но современное общество, оно закрывает все эти двери туда, где есть радость, где жизнь. Авторитетные мыслители говорят, что это нечестно, что современный человек должен говорить только о травмах, ранах, и так далее. Такова жизнь, она бессмысленна. И вот это окружает человека очень с раннего возраста, поэтому ему трудно представить, что есть альтернатива. И, конечно, такие вещи, как вот школа, которую вы создаете, она тут помогает. Если можно, вот один совет, что можно было бы изменить в современной школе? Вот одна какая-то маленькая вещь, которая бы, может быть, помогла именно вот этот подход больше культивировать? Я никогда не преподавала в школе, поэтому у меня никакого здесь опыта нет. Но мне кажется, вспоминая собственные школьные годы, что я бы хотела больше видеть прекрасных вещей, чтобы мне не только давали знания и спрашивали их, когда, что было, где и так далее, но чтобы каким-то образом приучили вместе любоваться. Давайте вот послушаем эту музыку, не спрашивая, какой это век и так далее, какая тональность, ну просто послушать, посмотреть на картину, почитать стихи. Опыт вот такого общего, даже общего созерцания. Большое спасибо. Если нет больше вопросов, тогда поблагодарим Ольгу Александровну. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ